Здравствуйте! С вами я, Вадим Боенко и канал Гиперболей. Сегодня вторник, 18 февраля, и я пришел на общественное слушание по законопроекту о мирных собраниях в республике Казахстан. Слушание проводит общественное движение «ХАК». Оно переводится как «Халычка, одалки, зверь». Это истинное служение народу. На прошлой неделе у нас в студии была в гостях лидера этого движения Токжан Кожалиева. И оно было снято в предельник, и мы в тот же день отправились в Масанчи. И немного об истории вопросов. Весь прошлый год прошел по отзнакам митингов в Казахстане. Их было десятки и сотни людей задержаны. В конце мая президент Каев в интервью зарубежной сети заговорил о необходимости политической модернизации. В начале сентября прошлого года в своем послании к народу он заговорил о праве людей на митинги. В конце ноября член национального совета при президенте Айдос Сарым сказал, что в январе законопроект о митингах будет вынесен на рассмотрение в Мажелис. И в декабре после второго заседания национального совета президент Токаев говорил уже об уведомительном характере митингов. И вот, наконец, почти 9 месяцев после заявления Майерского-Токаева о политической модернизации на свет появился законопроект о мирных собраниях, не поправка, а именно проект закона, который был рожден в медрах Министерства информации и общественного развития. Это был не то, что медоношенный плод, а многие правозащитники, журналисты, активисты, они просто, извините за рождение, отдубрились, что вообще это было. По мнению известного казахстанского правозащитника Евгения Жовтиса, этот законопроект еще хуже и реакционнее того, чтобы закон, который был принят в 95-м году, и по которому с поправками мы до сих пор живем. Кстати говоря, Жовтис, глава Международного казахстанского бюро по правам человека и соблюдению законности, является признанным международным экспертом в этой области, в области мирных собраний, в области законодательства по мирных собраниям. И, кстати говоря, вот так же член общественного совета при Министерстве информации и общественного развития. Так вот, он узнал об этом законопроекте из СМИ, когда он появился на свет. Его не то, что не привлекали к разработке, он вообще даже о нем не слышал. Сам законопроект появился на свет на позапрошлой неделе, и с тех пор уже несколько раз министр информации и общественного развития, Даурен Абаев, он толковал свое описание сначала в эфире телеканала «Хабар», а в понедельник, 17 февраля, на общественном совете города Алматы. Мы только что увидели известного юриста, казахстанского Виталия Воронова. Ну, пойдем посмотрим на эти слушания, послушаем, как мы слышим черт, как ему молюют. Где мы в форме игры вам покажем, как по новому рекламенту необходимо, предлагаемым законопроектом, будет проходить митинги. Давайте проведем митинги, да? Вот прям, за что будет проводить митинг? Что навалилось, самое главное? Давайте мы будем проводить митинг против митингов. Да, митинг против законного митинга. Сколько человек поздоровал? Отходим от беда. Форм минимум 500 человек будет проводить. Это уже разрешение? Разрешительная форма. Разрешительная форма. Давай сделаем уведомление. Уведомление, вместе с человеком. Вместе с человеком поздоровал. Тогда у нас будет проблема в том, что если приобретет 25 человек, тогда нас приобретет административная пенсия. Список журналистов нужно предоставить. Кого позовем? Давай позовем. Бороцинова пресса. Вадим, полиция на наш митинг? Давай, так ли то, что нужно на митинге. Блогеры, они приходят сами по себе, но по данному закону никак не проговариваются. И, короче, все блогеры, их могут за то, что они снимают, освещают, могут арестовать, содержать и отправить. По новому закону мы должны указать источники финансирования. Источники финансирования. Откуда финансы у нас? Ну, я из кармана заплачу, ты из кармана заплачу. Ты из кармана заплачу. Ты из кармана заплачу. Да, вот, и у кармана. Как мы можем указать, я из личных средств провожу митинг? Уважаемые, мы вам принесли двоярку, хотим провести митинг сегодня 1.18 часа, хотим провести 30 февраля, 28 февраля. Мы успеваем? Это получается 10 дней на день. Вы успеваете по закону. Вы 15 градусов рублей. Скажите, пожалуйста, кого вы пригласили по фамилии? Мы пригласили Валейка, Агелеева, Ханетова, блогера. Мы пригласили власть, Азаток, Хабар. Так, соответственно, я должна вас только предъявить. Если придут другие журналисты, если эти журналисты не придут, то вы, как организаторы митинга вещества, даете ответственность. Поняли? Как вы будете обеспечивать общественный порядок, оказание медицинской помощи, вы должны прописать заявки, о том, как вы будете обеспечивать пожарную безопасность и намерение использовать звукоусидивающий технический степан. А это разве не ваша обязанность? Нет, это на коне. Это обязанности организаторов. Это вход в вашу функциональную обязанность. И в это все это должны прописать заявки. Полиция может поспать у вас взять все флешки, прийти ваших телефонов и видео, и аудио. Что тут нам, пожалуй, сын? Хайкузами демократии, Болгари! Свободу слова, свобода, свобода, проведение мероприятий. Здесь находятся незарегистрированные представители средств массовой информации, которые были заявлены. Это телеканал Алматы. И количество человек у вас превысило на два человека. То есть у вас не 250, как вы заявляли, а, казалось, 252 человека. Снимайте меня! Принимайте меня! Нет! Отдайте вам! Отдайте вашу камеру и ваш телефон, что вы снимали! Иван, забирайте! Забирайте, забирайте! А вы не нас, а вы кем? А вы кем? А вы кем? И прощайте! И эти нюансы могут и продолжаться, и продолжаться. Просто это дело, естественно говоря, которое будет у нас в будущем, если мы отримем данный закон в этой интерпретации. Я его вчерашний пресс-контресс назвал законом о резервации организации согласных. Момент первый. Мирные собрания в контексте этого закона требуют защиты в том случае, если они проходят в публичных открытых местах. Не будет специальных регулирований для нашего собрания, для пресс-конференции, для семинара, для конференции, для тренинга, для любого другого собрания в другом любом месте, для частной нашей площади, они не требуют. Они тоже защищаются, их нельзя пресекать, туда нельзя вмешиваться, они защищаются свободой выражения и правом на частную жизнь, но они не требуют специальной защиты. Специальной защиты требуют мирные собрания, проводимые в открытом публичном месте. Не регулирование, не запрещение, не отключение, а защиту. Потому что там это делать сложнее. Потому что на открытом пространстве ты заданешь какие-то другие права, создаются другие проблемы. Но главная цель мирного собрания, митинга, шествия, демонстрации, пикета, это донести проблему. И не просто ее донести, я ее могу донести через пресс-конференцию, я ее могу донести путем такого собрания с приглашением прессы, я могу ее написать в интернете. А донести таким образом, чтобы она была максимально услышана. Поэтому фундаментальный принцип международного права в области мирных собраний это принцип видимости и слышимости целевой аудитории. Почему люди выходят на площадь в государственном здании? Почему люди выходят на центральные улицы? По двум причинам. Они хотят обратиться к госорганам, которыми они недовольны, и максимально привлечь внимание общества и прессы. Поэтому выходят они на центральные улицы. И маршрут по центральному улицу приходят на центральную площадь. Вот этот принцип прямо нарушен в этом законопроекте, потому что он предполагает специализированные места. Для всего. Для пикетов, для митингов, для демонстраций. Я приводил простой пример, что если мне повысили тарифы на услуги по электричеству, мне не надо пикетировать в Махат-магазин. Он вообще не прийдет. Я иду пикетировать Алматы и Энерго. Потому что я недоволен в мире. И как только вы пикет загоняете в какое-то выделенное место, вы лишаете смысла это мероприятие вообще. Это не проблема в том, что людям негде собраться. Это проблема в том, что люди хотят таким образом через эту форму донести свои проблемы государству. Это первый момент. Второй момент. Не все мирные собрания требуют специального убедовления. Понимаете ведь, что происходит? Через этот законопроект нам пытаются показать, что мирные собрания отличаются от сбора каких-нибудь средств, от спортивного или культурового мероприятия. Это дискриминация по содержанию. Если ты радуешься, можешь выйти на центральную площадь. А если ты хмуешься, есть специализированное место. То есть протест загоняется в резервацию. Хотя он не обязательно протест. Люди могут выйти в поддержку чего-то. Но теперь те, которые выйдут в поддержку Нуратана, должны идти в Махатну Ганю. Потому что это же касается всех. Это же не только касается оппозиции. И против коррупции. Против коррупции только у Махатны. Он главный специалист по этому вопросу. Ну и еще кинотеатр Сырарка. Если там фильмы про коррупцию показывают. То есть логика всего этого отсутствует, потому что теряется сам смысл этого мероприятия. Третий принципиальный момент, который вчера мне очень был интересен в дискуссии с господином Абайевым. Это то, что называется спонтанная верность. У меня даже уведомить может не быть времени. Не дай бог, произошла вторая гетика, как убили Дениса Тена, и люди сразу выходят. И не спрашивают. Ждать мне 15 дней. Или могу я за 15 дней знаю, что такая трагедия произойдет. А как только вы... И он согласился, что 15 дней теряется весь смысл. То есть люди реагируют на какое-то серьезное событие сразу. А если люди реагируют сразу, и вы это регулировать не можете, то вся основная, вся остальная цель большого закрывает и теряется. А зачем тогда все эти перечень огромное количество документов, которые нужно организовать и доставать? Зачем там все эти ограничения журналисты? Вообще все это теряет всякий смысл, потому что люди сегодня узнали, завтра больше. И это должно обеспечить. То есть главная задача государства, это обеспечить право на мирное собрание и регулировать его в тех случаях, когда нужно обеспечить безопасность, в том числе самих участников, от провокаторов, от того, чтобы не кто-то не доехал. И тогда и участники, организаторы заинтересованы, чтобы демонстрация, проходящая по центральной улице, каким-то образом регулировать дорожные полиции. И это нормальный подход. То есть это подход, когда вы то, что не надо регулировать, не регулируете. Еще один, я всего 4-5 моментов на вопросы, если надо будет отвечать. Еще один принцип, который заключается в том, что очень трудно на мирном собрании определить, кто организатор, кто участник, а кто люди в штатском. И участники люди в штатском или нет. Я приведу простой пример. В этом проекте закона написано, что это мирное собрание можно прекратить, если количество участников превышает то, которое было указано в заявлении. Я у них спрашивал, можно это как бы считать? Мы когда-нибудь пробовали людей по головам считать? Особенно если там несколько тысяч. Тут 50 человек-то с другом сочетает. А этих, которые полиция и спецслужбы в штатском, не включаем, они не включаем. Они в список входят в количество. И как мы одни, как другие грамотели? Кто из них участник, как тот? Пятый момент. Он заключается в том, что пикеты, петитирования, митинги небольшие. Вообще не требуют никакого регулирования. Никакого уведомления. Они просто так же будут выигрывать. А можно узнать, как вы регулируете рынки? И как вы регулируете дискотеки? А точно так же. Люди собрались, вы смотрите, поддерживаете общественный порядок. Там, где собралась большая группа граждан, поддерживаете. Если она не перекрывает движение, не мешает проходу пешехода, то они могут. В Кодексе подразделения нарушениях, если вы заметите, в 488-й статье, поправки, они сохранили термин «иные публичные мероприятия», что делает бессмысленно всем форме мирного собрания. Там написаны пикеты, митинги, демонстрации, которые в правительственном законе, и иные публичные мероприятия. Можно прилегать вот за чего угодно. Растягивание баннера, гуляние с неправильными шариками или неправильного цвета, с возложением цветов. Все можно рассматривать как акцию протеста, подпадающую по дальнейшим публичным мероприятиям. Оно же мероприятие, и оно публичное. Следующий момент. Я думаю, да, что этот весь закон, ну, там, первым на первых стоит. Закон называется, я выиграл на пресс-конференции о порядке организации проведения мирных собраний. В 18-й статье написано про поджоги, погромы и массовые беспорядки, которые эти законы не регулируют. Вы про мирные собрания говорите? Погромы, да, оттуда образовались поджоги и массовые беспорядки. И откуда появилась обязанность организаторов обеспечить медицинскую помощь и право журналистов быть безопасно эвакуированы с места событий. То есть они, видимо, хвоиные действия рассматривают на любое собрание граждан. Последний пункт. Весь закон не имеет смысла ни читать, ни обсуждать, ни комментировать. Он концептуальный около отношения права на верность странили. Он является запретительным, пугающим или запугающим законом о резервации для несогласных. Как я уже говорил. Это нужно все образом менять, а какой нужно принимать, можно будет попробовать. Ну, это хорошо. Применение реакционных законов. Вот на сегодня получается, что все, которые участвуют даже в соответствии с заявками, которые они зададут в ОКЕМАДА, по умолчанию, на придя на такое, как мы называем, санстранированное мероприятие, они не... и небезопасность от того, что на собрание действительно могут быть провокаты и будут задержаны всем. Если сейчас задерживают только организаторов, то будут задерживаться все. Это будет напоминать сценарий, который уже был после выборов 9-го июня, 10-го. Помните, все пришли на старую курсию, задерживались сел, дворников там, взевающих, прохожих, дедушек, которые сидели в газету, читали, да, проезжающих велосипедистов, потому что, соответственно, у закона, тот, кто будет находиться на месте несанстранированном, он подпадает сразу под задержанием причине каких-то активных ответственностей. Здесь есть мнение, что надо такой закон принимать, чтобы показать всю безгрантовность нашей системы, с тем, чтобы народ абсолютно, власть абсолютно потеряла доверие у народа и призывается принять документы, чтобы власть, правительство и далее дискредитировала себя с подобными безграмотными документами в том числе и в лице международного сообщества. Это перекликается и перетекает в закон о выборах. В течение 7 дней каждый из кандидатов или партия должна регламентировать, указать, где она, какие мероприятия проводит в ходе избирательной кампании. То есть получается, что все участники избирательного процесса теперь должны согласовывать и заранее проговорить все свои действия, все свои мероприятия, митинги, которые они будут проводить в ходе избирательной кампании. Этот законодатель не только несоответствует, но и прямо противоречит как минимум избирательной ситуации. Статья 14-я – это запрет с кеминарами. Статья 20-я – справа на свободу в граждане вне. И статья 39-я, которая запрещает отреничивать права и свободу граждан, либо позволяет только, если в случае не необходимо, ограничиться только закон. Из-за того, что я расскажу сейчас, это вообще такой откат на завтра. Моим предложением в конечном итоге, что нам надо вернуться к идеологии Конституции 1993 года и принять новый закон о гарантиях свободы в мирных собраниях. Лицам из гражданства, иностранных граждан, то есть лица, которые у нас постоянно проживают, иностранных граждан с видов на жительство, у них тоже отнимают вот это основное право. Было бы хорошо, чтобы те члены СОД, которые, в общем-то, считают, что они, они полагают, что они обнятены народным доверием, их назначили туда, вот если бы эти люди тоже, с точки зрения, по этому законопроекту высказали. А если, допустим, иностранный журналист придет? Ему вообще запрещено присутствовать в данном новом проекте. Получается, что в других странах это разрешено, а здесь получается ограничение, да? В итоге, в результате, данный документ принимать, не рассматривать нельзя, необходимо, у нас угородка есть свой проект, вариант, который подготовил регенция Аншопис, мы его обсуждали, рассматривали, члены СОД также его рассматривали. Более того, свой документ они приготовили на основе вашего документа с изменениями, поэтому рекомендуем правительства, в мажористу данный документ не рассматривать, в мажористу не принимать данный днот, а назвать рассматривание и конституально по-другому подойти к разработке закона, например, на основе конценции и законопроекта Евгения Антич-Жокса. Ну, вы послушали, сделали свои выводы, а я вот напоследок что еще хочу сказать. Член общественного совета Алматы, мой старый коллега и друг Сергей Пономарев, написал в фейсбуке о заседании, на котором присутствовал Даурен Абаев, министр информации и общественного развития, там, ну, в виде шутки юмора прошел предложение, чтобы митинги проводили онлайн в интернете, и он поддержал это предложение, и у это действительно для министра был бы кайф, вообще никакого гемора, никаких проблем. Митинг в интернете, нажал рубильник, и все, никто ничего не видит, чем потом разбираться в реале, в оффлайне с людьми. И еще Даурен Аскребекович тоже в шутке публично подбился об заклад, что этот законопроект превратится в закон и будет принят парламентом до новых выборов в Можилиск. Вы знаете, я бы не стал ни биться за глад, ни садиться играть в карты с министром информации, потому что у него в рукаве всегда пять тузов. он иногда проговаривается, я не знаю, делает ли он это нечаянно или сознательно, но, по крайней мере, он дал нам понять, что с этим законом в этом его виде уже все решено, и парламент примет его именно в таком виде. подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, оставляйте комменты и делитесь ссылкой на это видео в своих социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Пока. А ну давай, давай, скорей, оцени новый выпуск на Гиперборей. Гри, 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 гиперборей, гри, 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 это супер. Гри, 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 гри